Спонсор программы BNV Home Care. Крупнейшее агентство Большого Нью-Йорка BNV Home Care это благонадёжность, независимость и взаимопонимание. 718-459-1900. С вами Борис Тенцер, в эфире программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте. Есть такие темы, которые вызывают у нас особое чувство. Это темы, относящиеся к жизни в той стране, в которой мы когда-то жили, откуда мы уехали. Уехали, в общем-то, с радостью. Но вот сейчас многие из нас мысленно, в воспоминаниях возвращаются к этим своим местам. Там, где жили их родители, их дедушки, бабушки. Там, где они сами родились, зачастую. Мы ходили в школу, затем уехали. Очень многие наши телезрители, очень многие из тех, кто приехал в Америку, в Израиль, в Германию, в другие страны, они росли в небольших городках, которые потом как-то все стали вдруг говорить и ностальгически вспоминать местечко. Я вам честно скажу, что не знаю, насколько сегодня мы помним эти местечки, в которых жили наши родители, наши дедушки, бабушки. Вот мой дедушка, моя бабушка похоронены в маленьком небольшом местечке Чернивцы. Это Винницкая область. Там стоит памятник им. Перед тем, как уезжать из Советского Союза, папа, я и мой старший брат, мы поехали в этот небольшой городок, местечко. Я даже, мне кажется, когда туда ехал, я как-то все это воспринимал как, знаете, небольшой городок или деревня. А вот понятие вот такого глобальности, местечко. Потому что сегодня местечко звучит как песня, как грустная мелодия чего-то ушедшего и, к сожалению, забывающейся. Но говорят о том, что забыть нельзя то, что было в этой жизни, в нашей жизни, в наших предках, потому что на этом держится наша жизнь. Это питает нас. Это дает нам ощущение и понимание того, откуда мы вообще пришли, для чего мы в этом мире, что мы здесь делаем. Оказывается, есть что делать. Мы продолжаем то, что начали наши дедушки, бабушки, прабабушки, прадедушки. Они прожили тяжелейшую жизнь. Когда я думаю о том, какую жизнь прожили мои родители, их уже нет. Мои дедушки, бабушки, прошедшие через погромы. Я думаю, что, наверное, мое поколение одно из самых счастливых поколений. Мы уже родились после войны. Мы уже не знали страшные сталинские времена, погромы. Сталинские, не сталинские. Мы смогли уехать. Уехать и начать новую жизнь. А нашим детям дать возможность стать такими, какими они хотят быть и какими они достойны быть. И насколько у них хватит сил, знаний. Но мы увезли с собой память. И вот умение сохранить эту память, я считаю, наверное, самое большое умение. Умение хранить в себе вот то, все, что было с нашими поколениями. И то, что мы, в общем-то, продолжаем себе нести. Потому что мы это не понимаем сами. Мы это не знаем. Но вот каждый мой палец, он себе несет информацию всех тех поколений, которые жили до меня. Я об этом не думаю. Моя ментальность, мое отношение к миру, моя жизнь, она вся состоит из той ментальной памятни, которая в моем теле есть. Я об этом не думаю. Я живу. Но мое тело, мой мозг, мое подсознание, оно знает об этом. Я всегда с большим удовольствием встречаюсь с Исааком Гурицем. Прекрасный мой знакомый. Человек, который живет вот этим всем, что я сейчас вам сказал. Местечко, история, память. Этот человек для меня, скажем так, пример того, как надо относиться ко всему тому, что нас окружало и продолжает в нашей жизни. Исаак Гуриц, я его называю историком. Потому что я не знаю лучшего историка, чем он, который вот скрупулезно, детально, сердечно относится к памяти того места, где он жил, где он вырос, откуда уехал. И таких, как он, много, потому что такое маленькое местечко, как черновцы, черневцы, в котором, я уже сказал, стоят могилы моих предков. Таких маленьких местечек много, а людей, которые выехали, например, только из черневцы, их тысячи. Но я думаю, что лучше это расскажет сегодня мой гость, мой очень интересный гость, Исаак Гуриц. Исаак, я вас приветствую. Здравствуйте. Доброе утро. Или добрый день. Живем, слава Богу. Когда вы позвонили в пятницу, это для меня было... Окей, я позвонил и позвонил, позвонил просто и еще, и еще. Короче говоря, я хочу сказать о том, что ты там очень хороший пример... Вступление. Вступление, которое на меня произвело сильное впечатление. Спасибо. Это потому, что вы. Я думаю, что вот благодаря тому, что есть такие люди, как вы, люди, которые не позволяют забывать. Вот благодаря им и я растут немножко другими, и мои дети растут немножко другими. Исаак, скажите, пожалуйста, у нас есть фотографии. Мы будем показывать их? Мы будем показывать фотографии. Но я хочу несколько слов сказать о том, когда вы упомянули... Неудобно мне. Вы, ты упомянули о Черневцах. Это незаурядное местечко. И мы об этом сегодня будем говорить. Но таких же много было? Таких много. Но оно именно соответствует тому слову местечко. Потому что на первой фотографии, когда мы сейчас увидим, увидим, что из себя представляет. Это среди низких гор на срезанном конусе возвышенности распросталась эта местечко. Всего-навсего две длинные улицы. Одна, которая была как бы сужена, а потом снова... И вот река, да, Мурафа называется. Вот такая черная, вот такая оковяющая. До реки мы найдем. И центральная улица длинная, которая называлась Делонгергос. Длинная улица. А скажите, пожалуйста, Наидыш, как звучит Черневцы? Я все это скажу. Борис, я все скажу. Да, говорите, пожалуйста. Я извиняюсь. Вы тогда перебивайте. Я все скажу. Значит, вы меня немножко перебили, и я как-то стушевался. Ничего страшного нет. И до половины этой длинной улицы налево сворачивали, и там до моста. И там был мост. И получалось, что с всех трех сторон окружения водой, и здесь жили только дни евреями. Именно местечко. Слово местечко происходит от польского мяса. Вот вторая фотография показывает нам, как раз, это еще послереволюционная фотография. Это не послереволюционная, это как раз послевоенная фотография. Местечко в том виде, как мы его застали, те, которые сейчас продолжают свой род, они еще помнят это местечко. И оно примерно от 50-х годов, это то местечко столетней давности. А вот скажите, вот сейчас фотография третью, сейчас мы покажем фотографию. Скажите, вот эти вот двухэтажные такие дома, это что такое было? Вот посмотрите, пожалуйста. Это внизу была лавка, что ли, а вверху жили или как? Вы же не... Борис, вы мне действительно... Борис, вы что-то мне не так даете. Значит, я хочу как раз его... Мать честная. Очень тяжело пошло. Значит, эти улицы, на центральной улице, дом состоял из, как правило, двухэтажный дом. Первая часть, это была, как на юношем, магазин, это была лавки. Вся центральная улица, которая будущего названа Ленина, там были лавки. Это дореволюционная, традиционная еврейская местечко. На другой стороне реки, Мурафа, которую она окружала, это все, были, жили украинцы, поляки, немцы. Там были болгары, небольшое количество, но сербы. Даже у нас есть место, которое называется Сербы. Если вдуматься и ударение поставить друг другу, и получается Сербы. А село называлось Сербы. Но это из истории. Но я бы хотел сегодня, чтобы мы немножко пошли, привели так называемую виртуальную встречу наших... Значит, давайте мы так сделаем. Да. Смотрите, фотографию, которую мы перед этим смотрели, которая показывает вот эти вот двухэтажные домики, местечко. И есть фотография, которую вот сейчас я попрошу показать. Это четвертая фотография. Это памятник, который стоит уже в Нью-Йорке. Стоит в Нью-Йорке, в Бруклине. Это памятник жертвам Холокоста. Вот между этими двумя фотографиями, между фотографиями этого местечка, этого такого, в общем-то, принятого пейзажа, знакомого пейзажа, старинного еврейского местечка. И вот этим памятником, который был поставлен в Нью-Йорке, целая эпоха. Эпоха жизни двух-трех поколений. Эпоха, которая показывает, как все это случилось, что люди, жившие вот в этих маленьких местечках и попавшие в жернова истории, в страшную трагедию Холокоста, как эти люди свою память обретают на американской земле. Но она может быть обретена, эта память, только благодаря постоянным напоминаниям, встречам, потому что растет новое поколение. И вот как раз Исаак Гурвиц как раз и хотел бы рассказать, и я прошу его об этом, рассказать о том, что люди, выходцы из этого местечка, они много-много лет традиционно встречаются. И одним из организаторов всего этого был в свое время, давным-давно еще, Исаак Гурвиц. Исаак, расскажите, пожалуйста, вот мы вначале еще покажем пару фотографий, вот пятую фотографию нам покажут еще, вот этот камень, который есть в Бруклине, вот памятник, камень в Бруклине, это тоже сделан камень благодаря большим-большим усилиям вашим личным. Да, это лично. Ну вот следующая фотография, это вот первая, это первая, да? Это первая встреча, которая состоялась в Москве. И это была ты в 69-м году. Виднее, 69-й год, да, это прошло как раз в 68-м году. Как возникла эта идея? Идея очень простая. Когда вообще-то так же, как и твои родители уехали в Москву, в 20-х годах многие выехали из этого местечка. Это был так называемый первый постреволюционный выезд, после всех событий. И после войны, когда нельзя было поступать в институт, и все старались уезжать в большие города. И вот тут появились, в Москве у нас появилось постепенно, постепенно появилось новое поколение. И в основном все учились. Куда поступали? Я поступил в Станкин, в МИИД. В основном учились в Станкине, в МИИДе, еще в одном институте, где можно было попасть. Это Московский институт транспорта или что это? Это Московский институт транспорта. Потом Станкин, это станкоинструментальный институт. И был цветных металлов. Я сейчас не помню. Есть несколько институтов, где дозвонники действительно брали очень много. Ребят там были целый год. Готовы были примириться. Мы все учились, да. И таким образом мы оказались там. И тут начали все больше и больше приходить, приезжать. И вдруг они... И вот я жил, работал на заводе имени Маленкова. Это именем одного революционера. Это не связано с Маленковым. Это революционерного завода имени Маленкова. И обшежитель находился, там же находилось обшежитие. И по Малой Красносельске я иду. Напротив мне идет Эцикармли, который сейчас живет в Израиле. И что ты делаешь? А что ты делаешь? Он говорит, я живу, я здесь живу. А он оказывается, что он живет тоже в общежитии, недалеко от нас, которая принадлежала заводу Миля. Миля, который делал вертолеты. Но он не работает. И таким образом мы встретились. И он мне говорит, ты знаешь, приходи, мы встретимся. А наш человек работал в ресторане «Звездочка» на Преображенке. Это был тоже наш парень старшего поколения. Таким образом мы привели так незаметно эту встречу. Но от этой маленькой, небольшой встречи, пяти-трех человек, до встречи, которая состояла в 1969 году, прошло 12-13 лет. А, вот так. Млако. Значит, это не то, что сразу же все бросились. Потому что все приезжали, все приезжали и говорят, Илья, ты хотел сделать вот то, 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 то. Я говорю, да, я хочу, но надо же, чтобы все другие. И вот один прекрасный день. Семен Навтолышин, который проживает здесь, в Бруклине, приходит и говорит, приехал тоже уже сюда, женился на. И говорит, слушай, мне сказал Даня Мельштейн, что ты хочешь собрать черневец. Я говорю, ну, коль есть, ты хочешь черневецких. Да, Илья Мельштейн, чтобы не путать, коль есть черневец, большие черновцы. То есть, я переведу на... Ну, не надо переводить, это все понимает. Черновец, это в немецком... А, смотрите, у нас есть черновцы, есть черневцы, это маленькое местечко, а есть черновцы. Это город. Это большой город, да. Чтобы все не путали это, да. И таким образом, я говорю, мы сейчас позвоним Нюмы Гораштам, позвоним Мельштейн, и тут мы, действительно, мы собрали 22 человека. И вот эта фотография, покажи ее, она номер 6. Еще шестая, да? Вот это одна фотография из этой встречи. Сейчас нам покажем шестую фотографию, да. Шестую фотографию, да, из первой встречи. Вот она. Вот таким образом стоялась первая встреча. Наружная охрана, она сразу заметила, естественно. Что такое наружная охрана? Это КГБ, которое следило, чтобы люди не собирались. А, вот так, да. Да, и первая встреча прошла не в день освобождения местечка 17 марта, а она прошла 10 мая, потому что уже у нас не было времени, пока мы так учились. А, я думал, вы из конспирации это сделали. Нет, 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 но все заговорили, я говорю, 9-го я не хочу, когда с вами, но 10-го. И мы собрались. Вот здесь седьмая фотография, это открытка. Или надо подожди до открытки. Это совершенно другое. Вот очень важно, не перебивайте меня, потому что как-то линия немного по-другому идет. И это таким образом, когда они от нас фактически, это было очень сложно привести эту встречу. Это все было тогда... Да, да, да. Короче говоря, после этой первой встречи мы договорились и мы собирались каждый год. Вот, седьмая фотография, это у меня открытка, которая была написана, и приглашение на пятую встречу. Она состоялась тоже в Москве. В Москве состоялась... Вот тут написано на фотографии, на открытке написано, 17 марта, 29 лет освобождения Черневцы на реке Мурафе. Скажите, пожалуйста, и вы старались всегда встречаться 17 марта? Нет, мы не могли 17 марта, поэтому это была третья неделя марта. Какой день выходил? Субботу, третья неделя марта. Так получилось традиционно, хотя иногда нарушалось. Сколько же человек собиралось? Увеличивалось количество людей с каждой встречи? Ну вот мы сейчас, вот эта встреча, следующая фотография, на этой встрече было 100 с лишним человек. Вот восьмая фотография, да, показывает? Это 13-я встреча. Я вижу здесь на фотографии, это какая? Восьмая фотография. Восьмая фотография, вот здесь вот есть Коля Штернфельд, вот этот Исаак Куаренблит, который я так назвал. Это все более пополения, которые... Коля Штернфельд сейчас живет в Одессе. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, сколько человек себя ассоциирует сегодня, как выходцы из Черневец? В каком смысле? Дело. Они просто проживают... Во всем мире. Ну, во всем мире проживают все-таки несколько тысяч человек. Несколько тысяч человек проживают... Которые себя называют выходцами. Как она называет? Ну, я не знаю, вот я выходцами еще или нет? Если бы и дедушка, бабушка... Ну, твои же предки там жили. Значит, если твои предки... Я же случайно узнал, что твои предки жили там. Твои предки жили, значит, как хочешь, так ты себе называй, если ты считаешь. Но в основном эти люди, которые действительно имеют... Еще на сегодняшний день, еще существует вот эта эмоциональная близость, с которой она осталась в нашем поколении. В следующем поколении она более украинизированная, чем идишистская. Наше поколение все-таки было идишистским. Все говорили на идиш. Все говорили, а в кодзум отмират, ну а в идиш отмират. А зои отмират инчайновец. Я не знаю, идиш, не будем переводить, не могу. Не будем переводить, не надо, я скажу. Пожалуйста, да. Поэтому это все люди эмоционально были очень... А что такое местечко? Это все-таки союз родственников. И вот это вот местечко прожило... Что это союз? Это были родственники, живущие в этом... Нет, это не совсем. Я тебе говорю, что такое местечко? Это союз родственников. Конечно, когда первые семьи приехали, местечко просуществовало где-то 522 года на сегодняшний день. 522 года просуществовало. То есть местечко и вообще местечко. Это чисто украинское, это чисто польское. Польское, это что такое? Нет, это происходит... А в Германии были местечки и везде? А как же? С этого все города начали... Шетл. Ну, давай мы разберемся. Мясо это местечко. Что такое? Это отсюда же происходит слово мещанин. А если отсюда происходит мещанин, это городской житель. Это при советской власти слово мещанин и местечко превратили в бяку. Потому что как это? Мещанин. Потом местечковый. Это же оскорбительно все это было. Таким образом оно превратили. Для того, это же политические дела. Но в принципе, это местечко, где жило городское население. Оно было... Оно само себя и кормило фактически. Потому что вдоль этих улиц, переулок жили кто? Портные, сапожники, шляпы, которые делали шляпы. Ливщики надо было. Мадийские они там тогда назывались. Даже был аж Триттельдера, который называется человек, который делал веревки. Потому что они необходимы были этому населению, которое жило по ту сторону реки. Там же было Красильное, которые выделывали козу. То есть практически они сами себя обслуживали? Мало обращались к большим городам? Нет. Потом, позже, когда оно все-таки стали закупать, разъезжали. Люди, больше того, они даже привозили, ведь когда уже появилось сионистское движение, это тоже из-за этого же района все вокруг. Все первые сионисты-то тоже в этом. Ну, в основном Польша, но и здесь, в этом районе. И недалеко от нас там место, вот все выходцы, это Черневцы, Тамаш, Польшар, Город, Могилев, Подольск. Это все вот этот район, местечек. И в Винницкой области, наверное, 25 местечек. И до войны там жило, наверное, 150. То есть, да, в Винницкой области речь идет о больше, чем 100 тысяч человек во всех этих местечках. Большинство из них, так как это было, было во время войны, оно все-таки было оккупировано под румынами. И часть, которая была ближе к Днестру, погибло меньше людей, чем те, которые к Южному Бугу, потому что там уже контролировали немцы. Понятно. И во время, поэтому так получилось, что большинство из нас все-таки пережило войну. Ну, вот несколько фотографий еще, это разные встречи, да, я понимаю так. Вот десятая, например, фотография, это следующее. Десятая фотография. Где десятая? Вот вы смотрите как раз перед вами. Это уже, да, десятая фотография, это уже, когда мы приехали сюда, это уже в Нью-Йорке. Вот это десятая. А как много в Нью-Йорке собиралось людей? В Нью-Йорке тоже по-разному. И в Нью-Йорке было 100 человек. До 100 человек. Обычно 40, 50, 60. Сейчас, в настоящее время, в этом году, собралось там человек 15, у камня мы увидим. Всего 15 человек уже, да? Было 15. А почему? Но все знают. Мы показывали? Да, показывали. Какую? Исаак, пожалуйста, давайте продолжим. Скажите, пожалуйста, почему сегодня 10-15 человек? Это очень сложно. Это не совсем так просто собрать людей. Ну, и как любая общность, которая приехала и была общностью, в городе она более разъединенная. Естественно, и каждый имеет свои, так сказать, свои группы. И, в принципе, старше стали. Люди же постарели. А вот поколения, которые идут следом? Ну, и поколения раньше, так вот сейчас и младшее поколение этим все-таки занимается и собирается. Ну, вот на фотографии которых, ну, это, я не знаю, еще 90-е, наверное, годы, да? Десятая. У нас это, десятая фотография, это уже здесь, в Нью-Йорке. Это встреча в Нью-Йорке. И это 15-я встреча. Да, давайте следующую вот фотографию. А вот следующее, это 23-я встреча. И тут я хотел бы, чтобы мы как-то уже остановились, как проходят наши эти встречи. Здесь мы видим, на 23-й встрече мы даже ввели такое, стало потом традицией, мы всегда упоминали, во-первых, мы упоминали о 6 миллионах погибших евреев. О 6 свечей, да, 6 свечей. И после этого мы всегда перечисляли людей, которые ушли за последний год. В этом году произошло очень такое, очень болезненное, потому что второе поколение Holocaust Survivor, как-то так получилось буквально за 3 месяца за последний, это между апрелем и июлем, между апрелями, да, 3 человека ушли. Это Алик Буттерман, Борис Братславский, и жена, и еще один человек, слушайте, и Зиночка ушла, это жена Старшка Братславского. И как-то это все произвело очень сильное впечатление на всех. И я бы хотел, чтобы у нас есть фотография. Давайте мы с этой встречей вначале говорим. Итак, скажите, пожалуйста, вы говорите, что начиная с этой встречи у вас стала традиция. Традиция чего? Свечей зажигания или что? Нет, кроме всего прочего, мы всегда в этой встрече вспоминали о том, давали дань погибшим 6 миллионам евреям и наших людей, которые ушедших, которых не стало за прошедший год. И в этом году, за эти месяцы, у нас, покажи, пожалуйста, 13 фотографии. 13, да. Хорошо, давайте 13. Вот два человека. Вы хотите о них сказать? Скажите, пожалуйста. Ну вот, люди уходят. Это, естественно, когда уходят более молодые люди, это всегда трагедия. Но, в принципе, поколение меняется. Никуда от этого не уйти. Вот новое поколение, которое приходит сегодня, как вы считаете, есть в них, в них заложили, заложено в них ощущение того, что пережили их родители, в какой-то степени, может быть, трагедии Холокоста и памяти этого местечка. Как вы считаете, достаточно этого есть в поколении, которое приходит сегодня? Вы знаете, заложить невозможно, если человек не интересуется и разное поколение воспринимает то, что было по-разному, естественно. Чем дольше уходит время, уже по-другому эмоционально воспринимается, потому что они этого знают по рассказам, они знают, кто что, как сказал, потом это передается, потому что многие не читают, не интересуются. И поэтому... То есть это все, получается, как бы невозможно ничего сделать, для того, чтобы все-таки это сохранить? Ну, дело в том, чтобы... И что надо сделать, чтобы сохранить это больше, максимум? А делать надо на это дело больше тратить время. В основном и время, и традиционно поддерживать. Но у нас здесь сейчас этим делом никого-то не интересует. Интересуют какие-то общие, всякие разговоры на эту тему. Все, что происходит, и мы знаем, это у нас общие разговоры о Холокосе, о том, пойти или кто там... Основная масса людей, которые этим делом занимаются, очень сложно сказать. В основном, или им годик было, или там два годика. То есть они даже, я не помню всех событий, потому что никто не может рассказать хотя бы какое-то одно событие, что произошло. Но пройдет еще несколько лет, и вообще как бы очевидцев не будет. Вообще даже одно годового. Очевидцев не будет, но все-таки это все сохраняется. И в Яд-Вашеме очень много материала есть. Но Яд-Вашем, он за океаном по большому счету. Он за океаном. Ты же не можешь его сделать, Яд-Вашем, во всех городах мира. Но что-то можно сделать здесь? Чтобы не только Холокост, но и местечко, не только местечко, но и Холокост. Чтобы все это как-то жило. Вот как вы считаете? Скорее всего, тут еще есть такое неприятное, можно сказать, когда человек не хочет вспоминать то плохое, которое вы... Хорошо. Это очень серьезная тема, и я хотел об этом поговорить. Но вначале давайте мы посмотрим рекламу, уважаемые телезрители, и затем вернемся в студию. У нас в гостях Исаак Гурвиц. Мы говорим о истории, и мы говорим о местечках и Холокосте. Реклама. Если у вас есть пожилые родственники, они нуждаются в постоянном уходе, вы стоите перед выбором. Отдать их в чужие равнодушные руки или самим окружить их любовью и лаской. Но у вас на это просто нет времени. Агентство БМВ готово решить для вас эту задачу. Агентство БМВ – это одна большая дружная семья, где к каждому пациенту относятся с большим уважением и вниманием. Диагностический центр Синаи Диагностикс представляет новое отделение, специализирующееся в лечении сосудов и артерий. Если при ходьбе вы испытываете боли, спазмы, а не менее и холод в ногах, это могут быть симптомы атеросклероза артерий нижних конечностей. В Синаи Диагностикс вам не только поставят самый точный диагноз, а также избавят от болезней сосудов и артерий ног без госпитализации и общего наркоза. 718-571-8884 Анестезиолог, кабинет номер 3. Расслабьтесь и послушайте новый анекдот. Так вот, приходит пациент к врачу. Пациент страшно боялся лечить зубы. А врач ему, собственно, и... Доктор, пациент готов. В наших офисах работают только профессионалы. Поэтому заговаривает зубы Олег Филимонов, а лечим их мы. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Стоматология – семейная профессия. Дэвидсон Футт представляет. Вся нежность и оттенки вкуса без консервантов и сует – произведение искусства. Шедевр, друзья, а не паштет. Произведение мастера кулинарных изысков «Паштет Чикен Мусс» от Штерна уже в магазинах «Неткостмаркет». Специально для вас. Паштет от Штерна «Чикен Мусс». Попробуйте совершенство на вкус. С вами Борис Тенцер. И мы продолжаем передачу «Контакт по понедельникам». У нас сегодня разговор такой ностальгический. Вы обратили внимание, что как-то немножко даже вот такое напряжение нервное. Вот Исаак Гурвиц – это мой гость сегодня, прекрасный гость, историк. Ему хочется сказать как можно больше, рассказать как можно полнее все, что он принес. Он принес такое количество книг, фотографий, вырезок, что я восхищен. Я просто восхищен всем тем материалом, которым он обладает. Не говоря о том, что он помнит и о том, что он знает. И первое, что я его прошу всегда – пожалуйста, пишите, пишите все это. Это все надо написать, это все должно быть. Поэтому сейчас его переполняет чувства. Если ему кажется, что что-то такое надо еще сказать, я его понимаю. Я надеюсь, мы его все понимаем. Но все сказать невозможно. К сожалению, все сказать невозможно. Но застроил одну тему Исаак сейчас, в самом конце первой части передачи, о том, что человек устает от трагедии, от воспоминаний постоянных разговоров о трагедии. Буквально недавно, несколько дней назад, я смотрел фильм, вышел новый фильм «Рождение нации». Американский фильм, рассказывающий о рабовладении. И о том, начало 1803-1805 год в Америке, как поднимается черная раса, поднимаются негры, становится как бы себя, самодостоинство проявляет и так далее, и так далее. И все это построено на крови, на страшной, страшной трагедии издевательства. Я поймался на мысли, что точно так же, как я порой смотрю те же самые фильмы о Холокосте, что мне хочется, мне хочется, может быть, переключить канал. Мне хочется уйти от этих страшных картин, страшных картин воспоминаний. Как же сделать так, чтобы эти страшные картины, они не заставляли нас вот отвернуться, а заставляли задуматься? Я не знаю ответа на этот вопрос, но я впервые очень серьезно об этом задумался. И Исаак как раз этой темы коснулся. Исаак, что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что этому надо или наши общественные организации должны уделять внимание. И эти люди должны просто собираться. Не обязательно не должны говорить, но они тогда почувствуют общность. Я бы хотел вернуться, если вы помните, когда я делал клуб 15 на 15-м Брайтоне. Почти ежегодно, вы не знаете. Так если бы удалось, тогда тоже. Это совершенно другая группа людей. Но мы не приходили, смотрели. То есть должно быть очень разное такого типа клубное движение, чтобы люди какое-то объединялись. И вы замечаете, что при встречах, когда люди собираются, оно как-то объединяет. А инчин уйдет к своему интересу. К тому интересу, или он принадлежит к той группе людей, в которой у него есть интерес. Скажите, а вот эта история местечек, история людей, которые вышли из одного места, она может как бы стать вот этой вот объединяющей? Ну, оно станет историей. И, в принципе, оно не уходит, потому что большое количество людей знает об этом. Но оно постепенно будет терять. Так как идыш уже нету, идышистов очень мало, очень мало. Вы считаете, это очень важная составляющая? Точно, а как же. Идышист, во-первых, это особый язык. С особой эмоциональной нагрузкой. Там слово могло обозначать такие массовые. Но нет этого. Ничего страшного нет. Знаешь, сколько даже сейчас немцы, Германия тратит много денег на идыш. На возрождение идыша. Потому что это тоже, это же все-таки диалект немецкого. Хотя, видишь, там масса хибруслов русских, слов украинских, в зависимости от ситуации, от района жизни. Но сам язык был очень интернациональным. И во время войны, во всех кемпах, и в гетто, в основном, если он был из Венгрии, а ты из Польши, то, как вы могли говорить, конечно, вы ходили на идыш, вы разговаривали. Те люди, которые приезжали в Израиль, вот в 90-е годы, когда я приехал в Израиль, я завидовал вдруг тем людям, которые знали идыш, приехавшие наши. Они мгновенно находили общий язык практически со всеми израильтянами. Потому что израильтяне – это выкатцы из Польши, это выкатцы из Западной Европы, но которые все знали идыш. Бенгрии, Бенгрии, все знали идыш, но Бенгрии, он все-таки запретил идыш. И не выходила литература на идыш, и не было театра, и все это было запрещено. Ну, время, сейчас все это... Сейчас, да, на это труднее, надо денег больше тратить. Сейчас-то надо тратить большие деньги. Тогда надо было поднять... Нет, он не мог сохранить. Он все так, можно сказать, что правильно, как обидеть, надо же один язык. На каком языке мы будем говорить? Ну да. И поэтому вот таким образом все-таки хибр стал и литературным языком. На хибр сейчас... Я вот даже не знаю, это уже совершенно другая тема, но я думаю, что если бы в Израиле главный язык был идыш, наверное, было бы не самое правильное. Конечно, ну неправильно. Конечно, и в этом отношении можно сказать, что Бенгарион вот смотрел, так сказать... Величие Израиля еще одно из величий, о том, что он стоит на этом языке древнего языка иврита, и во всей этой философии, мудрости, библии. Дело в том, что на этом языке же было много слов. Другой язык... Вот русский язык тоже искусственный язык. Это вообще большая тема по поводу русского языка. Да, это вообще все темы большие. Так хочется с вами говорить. А здесь, здесь же были основные слова были. Вот у нас есть фотографии. 14-е, 15-е. Это встречи в Израиле. В Израиле больше всего живет выходцы из Черныши? В Израиле, я думаю, что проживает больше тысячи, может быть, до полутора тысяч человек. И что, они собираются? Вот скажите, вот эти фотографии. Вот видите фотографии? Сейчас какую покажу. Это 25-я фотография. 25-я встреча. Любимец Данюма Горишты, который играет на аккордеоне. И вот следующий, 15-е. Это все, да. Там было, наверное, 250 человек. Это произошло в парке Ротшильда. Если вы помните такой парк. Неважно. Главное, что это было 250 человек. Это было в Израиле. Но это был какой год? Какой это год был? Это был 91-й год, я думаю. Ну, тогда... 93-й год, я уверен. То есть, неважно. 93-й год. На следующий год, кстати, на следующий год, я тоже приехал, но в основном надо дать должное, очень много сделал для этих встреч, ушедший Борис Братславский. Очень много сделал. Скажите, пожалуйста. Это уже новое поколение. А сейчас собирается? Собирается. 2017-й у нас на улице. Собирается. И в Израиле, и в этом году была большая встреча. А что касается Америки, Нью-Йорка, и вообще Американская? В Нью-Йорке у нас были вот фотографии. В этом году было, собрал, значит, человек 15. Я думаю, что традиционно надо так и устроить. Надо виртуальные встречи у вас проводить. И люди должны приходить к памятнику, отдать дань ушедшим и погибшим. Сейчас одну минуточку еще. Я извиняюсь, что я вас перебил. И цель такова, я думаю, что эту 50-ю встречу, которая все-таки должна состояться, может быть, мы устроим первый сейдер. А, 49 было, да? 49 уже было. Было больше, но я считаю те официальные, как говорится. Понятно. И лучше, чтобы мы собрались на первый сейдер. И может быть, это будет уже... И тогда, может быть, вот эти вот фотографии, которые мы сейчас покажем, тоже 16-я фотография, это памятник, который стоит в Черневцах, да? В Черневцах, вот, да? Да, это в Черневцах. Это тоже моя идея, которая мне постоила очень много. Большого, кажется, большого труда. Потому что у меня была идея, у меня даже есть проект памятника, который я хотел сделать. Тем не менее, были собраны деньги. Деньги-то все за наши деньги. Это наши деньги. Нам никто деньги не давал на этот памятник. Он установлен у моста. У реки, да? Он установлен у моста, где были сброшены человек 20-25. Хотя там написано 12 человек. Уже тут вмещались наши региозные люди. Скажите, пожалуйста, вот фотография, 17-я фотография, это школа, это местная школа. Скажите, она вот такая была, и те люди, которые собираются, они все прошли через эту школу? Вот я имею в виду. Эта школа, она была еврейская школа. Это была прямо еврейская школа? Это мой дед ее строил у меня. Я помню еще эти фотографии. Он ее построил. Организатор. Там целая история с первым, кульцом первой гильды, с майянскими, которые это все тратили деньги и строили. Там много домов были еврейской прапорки. Ну, здесь вот называлась еврейская прапорка. Сейчас, она потом называлась Павлиевская школа. И мы заканчивали все, мы были учениками Павлиевской школы. Павлиевская? Павлиевская. Павлиевская. Потому что это место, это село Павлиевка. Это 500 метров за ним. Понятно. А сейчас, когда вы приедете, вам скажут снова, что это еврейская школа. А, да? Вот сегодня вы сказали. Ну, это украинское, на украинском языке еврейское. Все знают сейчас, что это все-таки еврейская школа. А вот фотография 18, это очень такая интересная, символическая фотография. Это еще. Сейчас посмотрите. Вот эти дома, эти дома, они есть, да? Это вот остатки, это остатки этих домов. Но это же памятники так, по большому же. Это памятники. Никто не живут, ничего не происходит, да? Они заколочены и все, да? Ну, конечно, там никто не живет. Там же последний еврей умер 7 лет тому назад. Его похоронили. 60 украинцев его покорили на еврейском кладбище. Потрясающе. И вот на этой фотографии вы видите бегущего пионера. Пионера, наверное, со струбой. Это не пионер, это настоящее время. Это не пионер. Мне говорят, что это не пионер. Ну, не пионер. А, да просто галстук, просто галстук. И он бежит. Вот посмотрите, куда он бежит. Следующая фотография. Вы увидите, куда он бежит. Он бежит к своему оркестру. Вот этот оркестр вместе, вся эта группа ребят, они прошли по всему местечку. По всему местечку. С исполнением еврейских мелодий. Еврейских мелодий. Вот эти вот дети, это украинские дети. Как я понял, тут нет ни одного еврейского ребенка. Украинка, последние 7 лет назад ушел. И он, и они прошли, и вот эти дети играют. А благодаря тому, что есть такой человек, вот следующие фотографии, который сделал фильм. Как его, представьте его. Кстати, у него интересная рубашка, кстати, я его смотрю. Это украинская вышиванка с Мого Давидом. Ее можно заказать во Львове, оказывается, и вам пришлют даже в Америку. Как зовут молодого человека? Молодого человека зовут Леонид Метелица. Ну, мы его называем Леня, он младший. Снак там ему еще... Он выходит естественно из Чайни. Он внук Клары Исааковны, нашей любимой учительницы. И он как внук поехал туда, он, кажется, родился в Ленинграде, кажется. Ну, он туда приезжал как мальчик, туда вообще все приезжали, москвичи, Ленинградцы. И он поехал в прошлом году и снял этот фильм. Его просмотрело 27 тысяч. Я посмотрел 25, а теперь, кажется, на 2 тысячи больше, может быть, и больше людей. И в основном, кто смотрит... А что вы это говорите? Давайте мы с вами так... Вот это как раз и говорим, что... Немножко помудрствуем. А что вы говорите? 27 тысяч смотрит такой фильм о каком-то местечке, где-то там, Чайнинграде. Да. Значит, это кому-то интересно. Это интересно, да. Это кому-то нужно. И фильм мне очень понравился. Не будем говорить там, кто за что, но это все как-то продумано и сделано. И он вызывает такую эмоцию. Вы смотрели этот фильм? Да, 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 конечно. И он вызывает такой эмоциональный... Дает такой эмоциональный заряд, что масса отзывов. Я думаю, что такой вот фильм может объединить. Может. Может быть вот этим самым моментом, который людей подтолкнет к встрече, к каким-то решениям. Да, но ведь на это же надо потратить деньги, ты же знаешь. Деньги это, наверное, не самое главное. Не-не, но ты усилий, время. Время, время, силу, да. Очень тяжелое поведение. Себя взять и остановить от всех. Потому что в жизни это приоритеты. Все в жизни. В жизни столько всего сегодня есть, что говорят, нету времени. Времени полно. Просто нет приоритета. Я хочу, чтобы в нашей передаче участвовали и вы, уважаемые телезрители. Если у вас есть что-то сказать, наверняка у вас есть мысли. Я глубоко в этом уверен, связанные с нашей темой. Пожалуйста, звоните, высказывайте, что вы по этому поводу скажете о том, что мы говорили, о тех проблемах, которые нам кажутся и видятся. Звоните на экране номер телефона. Пожалуйста, 201-461-1384. И участвуйте в нашей передаче. А вот я хочу показать, чтобы у нас не было такое ощущение, знаете, что все напрасно. Я хочу, чтобы мы посмотрели сейчас 21 фотографию. И вы увидите на экране сейчас приятного, симпатичного мужчину молодого, который итальянец. Италия. Правильно я говорю, да? Ну, он еврей. Да. Расскажите, пожалуйста, об этом молодом человеке. Ну, прежде чем сказать о... Как его зовут? Его зовут Нардо Бонони. 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 Нардо Бонони. Окей. Добрый... Вообще-то тут Ами, наверное, слово. И Бон хорошее. Окей. Хорошее имя. Зашифрованное. Ну, вот он Кипе. Это мы уже поняли. Значит, он итальянский еврей. Он итальянский еврей. А что вообще имеет отношение к нашему... И так, как я сказал, что около в 10-12 странах проживает наша выгодца. То есть от Соединенных Штатов, Израиль, Канада, Бразилия. В этих наших странах, и даже в Австралии, и в Новой Зеландии, и в Европе тоже. То я бы хотел, зато он два, прежде чем перейти к Нардо Бонони, потому что это большая история. Я бы хотел сказать, что два года назад я был в Германии, в Гамбурге, где проживаю. Да, и мы тоже там Черневецкие. Там, между прочим, в Германии все Черневецкие перезваниваются и очень близки с собой. Скажите, я прошу прощения, маленькую писавку. А, Оксюня, кроме Черневец, еще существуют местечки в общем мире? Оказывается, не существует. Оказывается, если в том вопросе, как вы его задали, не существует. Так сложилось, что вот именно это местечко... Вот так, а другие... А там что? Там климат другой был, земля другая, вода другая текла, пили другое. Там, я типа, не успею, не знаю, мы сейчас сегодня успеем, может быть, по ходу событий. Ну, так получилось, что многие выходцы из этого написали книги. Есть книги на эту тему. Они заняли, были сионистами и заняли свое место в сионистском движении. Но они не напрасно писали, потому что они из Черневец. Нет, они находились в Израиле. Потому что они вот какие-то такие. Да, так получилось, это группа, мы не знаем. Я тебе еще раз, это обособлено... Вы не знаете, вы, которые только об этом и думаете. Я думаю, я думаю, мы уйдем. Да, нет, так поэтому я хотел сказать, что в Гамбурге я встретился с Соней Гершинзон. Это дочь Лева Абрановича Гершинзона, нашего заучья школы. И моя родственница, наверное, в четвертом поколении. Моя бабушка и ее бабушка были двоюродными сестрами. И когда я приехал, это была такая эмоциональная нагрузка. Я вспомнил, что таких взаимоотношений, даже сейчас я очень эмоционально на это реагирую. Мы провели очень хороший вечер. Она доктор педагогических наук. То есть на силу. Много об этом можно говорить. И живут в Германии. В Германии проживает довольно-таки тоже достаточное количество людей. Не знаю, ну, семей 30, может быть, и больше. То есть после Израиля, Соединенных Штатов, Германия на третьем месяце, можно сказать. Вы имеете в виду выходцы исчезли? В Бразилии и в Аргентине, там старые поколения, у нас связь. Понятно. Тогда вернемся все-таки к итальянскому нашему. Теперь мы возвращаемся к Нардо Баноме. Нардо искал меня. Я неоднократно получал какие-то звонки из Италии. И ничего никак. В общем, наконец, мы как-то каким-то образом начали говорить на полуанглийском, что-то он так плохо. Мы выяснили, кто. И он сказал, что я буду в Нью-Йорке, я бы хотел с вами встретиться. И мы встретились. И тут мы выяснили всю эту историю. Его прадед, его прадед был товарищем моего деда. То есть Арон Гурвиц и Арон Браверман были друзьями. И Арон Браверман взял тогда флейнезуму намен де грейниц. Я специально сказал на идыш, это значит взять границу и перейти границу. Для этого нужно было потратить 5 рублей золотом. Это в какие годы? Это даже в 20-е годы еще. До этого легче было перейти. А это уже началась гражданская война. Они изучали язык эсперанто. Еще такой язык был. На этой почве они были друзьями. Даже в местечках были очень образованные люди. У нас были очень большие библиотеки, когда я вспоминаю это все. Вот этот дед оказался в Италии. И, то есть, его прадед. Хорошо, Семенович, у нас там звонки. Я хочу, да, у нас кончается передача. Пожалуйста, Исаак, Торонто. Исаак, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Мне очень приятно услышать вас. Тем паче, что Исаак, я сам в Звеницкой области. С местечка Шпикал. Шпикал, да. Я могу знать этот Шпикал. Я очень хорошо знаю Черновцы. У нас это называлось Клейн Черновец. Но я хочу, Исаак, спросить вас, вы в больших Черновцах не были? Вы там не работали? Я там не работал, там мой брат работал. Давид Бурец. Брат работал во Дворце культуры. Он был там методистом. По-моему, он тоже был Исаакем. Не, 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 не. Тот другой. Это совершенно да. Понятно. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, Исаак. Да, да. Вы из Шпикова, Винницкой области. А вы знаете еще людей, вы как-то поддерживаете какие-то контакты, связи с людьми из... Вы знаете, да, да, да. Я вот часто бываю в Нью-Йорке, я бываю в Шпиковой тоже. И вот в Нью-Йорке живет моя сестра. Вот сейчас она тоже слушает вашу передачу. И у нас в Шпиковске очень много в Нью-Йорке живет. Я когда приезжаю, мы иногда собираемся. Значит, что я хочу попросить вас, Исаак. Я бы хотел, чтобы наша вот эта вот тема, вот местечки, память, чтобы это вот не было разовое какое-то. Я хочу с вами каким-то образом пообщаться. Будьте добры, оставьте свои какие-то координаты или запишите, пожалуйста, мои координаты. Я все время повторяю и еще раз повторю, мой адрес на электронной почте. Тензер, фамилия, да? Да, смотрите, я вот сейчас собираюсь в Израиль, но я вот только что говорил с сестрой, перед тем, что я буду уезжать в Израиль, я заеду в Нью-Йорк. Пожалуйста, свяжитесь со мной. Я бы хотел бы встретиться. Вот мне тоже нужен вот телефон, но номер телефона Исаака. Как мне с Исааком встретиться? Вы можете сказать свой номер? Ну, да. Говорите. 1-718-718-996-992-5-2-9-2-9-2. Я повторю. 718-996-52-92. Исаак Гуриц. Вы записали? Куда ты еще? Да, спасибо. Хорошо. Вот видите, оказывается, есть еще местечки. Были местечки. Итак, мы возвращаемся к итальянскому нашему герою. Время подходит к концу. Да, он приехал, мы здесь встретились. Значит, какая его связь? Итак, он внук. Извините, я ускоряю, у нас 10 минута передачи. Его прадед и мой дед были товарищи. Выходцы из этого черневицы. Он живет сейчас в Италии. И он сейчас женился на? Он женился на москвичке, на нашей русской, как мы говорим. Которая вышла тоже из местечка? Нет, нет, нет. А, нет. Мне бы хотелось бы такой красивый, знаете, такой хвостик в конце. Еще он женился. Но он искал, он искал, это целая история, он искал пока это, да, и хотел, и вот добился. У него две очень хорошие девочки, теперь они уже взрослые. Он приглашал, но мы уже сейчас, тяжело нам приехать туда. Но я ему, в прошлом году я его поздравлял с днем рождения, в этом году как-то все. Но после этой передачи я как-то ему передам и скажу. Но он с вами захотел встретиться как внук или правнук? Ну, как, мы же связаны с семей. Вот с семейными. Аху, и мы нашли это все. У него очень приятное лицо, очень приятная. Ну, он сейчас этим делом занимается и временем, и итальянем. Покажите еще раз, пожалуйста, нам итальянцы. Итальянцы нам сейчас покажут еще раз фотографию. Да. Он сейчас-то бывает в Израиле, в Израиле бывает, но он в Израиле. Все у нас бывают в Израиле. Понятно. Итак, давайте мы подведем итоги. Итоги я бы хотел подвести такие, что есть местечки, не только черновцы, есть вот очень хороший этот звонок Исаака о Шпикове. Есть местечки, есть люди, собираются, есть, но, может быть, о них меньше знает. Там нет такого Исаака Гурвица, который умеет это подать, это красиво и объединять. Но в любом случае, наверное, есть смысл, может быть, вообще нет такого объединения, какого-то объединения, выходцы без местечек. Ну, есть, где-то в Израиле есть. Я хотел упомянуть больше. У нас осталось 30 секунд. Как 30 секунд? 30 секунд. Я даже не упомянул наших старейшин, которые у нас. Тогда придется еще одну передачу. Да, я хочу вас поблагодарить за передачу. Пожалуйста, можете сказать имена, которые вы хотите сказать? Я хотел сказать, что наша старейшинная сейчас. Зафрин Йосиф, который живет в Нью-Джерси. Фельман Борис, который вы знаете, живет у нас в Бруклине. Кордонский, я его давно уже не видел, но, по крайней мере, он здесь. Райя Гурвиц, который живет в Филадельфии. Райя Гурвиц – это тетя Гурвица Эдуарда, Гурвица мэра города. Видите, сколько можно контролировать? И Маню Юрковецкую, которую Маня Пустильник, которая недавно передавала через своего сына мне привет. Вот все старейшины наши. Это старейшины вашего? Да, у них уже солидный, солидный возраст. В следующий раз мы с вами расскажем и скажем фамилии молодейших. Это было из старейших? Вот я у меня есть, а я уже не хватает времени. Исаак Гурвиц, я вам очень признателен за то, что вы делаете, за то, что сегодня то, что вы здесь, это само собой, в студии. А вот то, что вы этот материал собираете, вокруг вас люди как бы бурлят, что-то ищут, чего-то тоже хотят сделать. Вот за это огромное вам спасибо. Пожалуйста, продолжайте эту деятельность. Я уверен, что это будет интересно. А вам, уважаемые телезрители, я хочу напомнить, что все мы из местечка. И поэтому помните о ваших корнях и о том, откуда вы. С вами был Борис Тенцер и передача «Контакт по понедельникам». Всего хорошего. Встречи до понедельника. С вами был Борис Тенцер.